Приветствую всех зрителей и подписчиков канала TransOcean The Shipping Company Ребят на русском языке Первое видео спустя практически, если я не ошибаюсь, 3 или 4 месяца после записи первого видео на английском языке данной игры Еще не было тогда русификатора русской версии Сейчас же доступна русская версия, поэтому давайте взглянем Начать новую игру Игра без ограничений В игре без ограничений нет обучающего курса Мы рекомендуем вам вначале пройти кампанию Онлайн режим, динамическое формирование цен базируется на действиях других игроков Спросы цены на товары возрастают, если их перевозят немногие Оффлайн режим, ребят Я думаю, довольно таки будет интересно поиграть на русском языке Потому как, что не говорите, а любая игра В два раза приятнее, когда ты понимаешь 100% что тебе рассказывают, пишут и так далее Гором Визерспун, консультант, приветствую вас, босс Так как мы назовем вашу сухоходную компанию Жека Херсон Компани, нельзя назвать? Херсон Вот так, как мой родной город Первое правило, это в бизнесе выбор хорошей локации Тут несколько предложений по выбору штаб-квартиры Окей Как вы помните, Санкт-Петербург, Стокгольм Гамбург, Германия Роттердам Феликс Тоун, Англия Дублин, Ирландия Рикявик, Исландия Лиссабун, Португалия Валенсия, Испания Джоя Тауру Италия И Амбар Лимани Турция Порсаит, это Арабские Эмираты Что такое-то? Ну ладно Я рекомендую ребят начинать с Лиссабона Сюда могут строиться и обслуживаться здесь Фидер, Панамакс Пост Панамакс, Нью Панамакс И Усус недоступный Это класс порта номер 2 Минус 5% ценам на топливо Плюс 5% ценам на контракты по руде Экспортные товары Металл, химикаты, руда, текстиль Письма и посылки Оборудование Предметы роскоши Давайте выберем Лиссабон Португалию Потому что он находится посередине Тех портов Куда мы будем Отправляться на начальном уровне Поэтому я выбираю Как говорится Лиссабон я выбираю Пикачу я выбираю тебя Прежде чем Всего нам нужно купить судно И взять несколько контрактов Чтобы мне можно подзаработать Окей Трудитесь усердно Чтобы продвигаться в рангах И покупать большие суда Требования о повышении ранга Можно найти В верхней части экрана Рядом со значком ранг А мы со своей стороны Желаем к всякой суммонной компании Всяческого процветания Договорились Так что у нас с рангом Профиль компании Компания Херсон Текущий ранг Владелец одного судна Репутация неизвестна То есть Следующий ранг Консигнатор Вы получаете лицензию На покупку судов Панамакс То есть Мы не можем сейчас купить Сюда размером Панамакс Поэтому Ребят Вот так Сюда два капитана Нам нужно Чтобы было два судна И капитал Два миллиона евро Репутация не важна Так Окей Давайте посмотрим Что у нас тут доступно В порту Какие суда доступны И что мы можем Ну Двести двадцать Максимальная загрузка Двенадцать узлов Максимальная скорость Максимальная дальность Десять дней И состояние Пятьдесят семь процентов То есть Это самое убитое Но самое Максимально загружаемое Судно Давайте его и возьмем Для начала Да Купить Название судна Херсон Первое судно В принципе Как и компания Окей Договорились Так Все 193 тысячи евро У нас осталось Переходим На карту мира Список контрактов На данный момент В Лиссабоне У нас доступно Не так уж и много Контрактов Общая Вместимость Семьдесят семь Я бы вон В Гамбург Взял Вот И вот Два контракта В Гамбург С Лиссабона По дороге Не По мунистимости Мы уже не можем Взять посылки Но в принципе Принять выбранные контракты Принять Окей Ребят Кто не понимает И не смотрел Предыдущий И не играл в эту игру Объясню Что происходит Вам дается 8,5 миллионов Евро Примерная сумма С которой Вы начинаете Ваша задача Купить На эти деньги Судно Какое Никакое Мы в свою В свою очередь Купили Как вы видите Судно На 220 Контейнеров Три с половиной Тысячи тонн 550 тонн Солярки Заправлено Полностью Состояние 57 То есть Ни шатка Ни валка Такое Половина Дырявого Судна Ну какой есть Баржечка Такая Небольшая Очень медленная На данный момент И Выходим на Карту мира Где наше судно Будет Загружаться И отплывать Автоматически У нас там есть хоть деньги Да В Гамбург На 15 дней Давайте добавим Скорость 5 узлов 8 узлов Расходуется 31 день Ух Топливо Уйдет Ребята Минус 311 Тон Топлива 10 узлов За 13 дней Прибытие Через 7 Хорошо Прибытие Через 9 Ну так Нормально А если Через 11 Я думаю Не горит Не спеша Пойдем У нас По товару Который мы взяли 20 дней У нас Сроки То есть Можно не спеша Сэкономим топливо Автоматический Буксир Ребята Объясню Потому что Ставить Судно И выходить С порта Пусть этим Занимаются Профессиональные Моряки Суда Владельцы И так далее И у меня Автоматический Буксир За 100 тысяч Евро Будет этим Заниматься Отплываем Окей Вот Наше первое Судно Ребят Вышло А что Цены на топливо Самые Дешевые Цены на топливо На данный момент У нас В Лиссабоне Что не говори И это Очень хорошо Так Ускоряем Чуть Движение Нашего Судна Вроде бы Все нормально Заходим В порт А вот Судно Керсон Готово Прошвартоваться В порту Гамбурга С помощью Буксира В минуса Чуть Зайдем Ничего страшного Швартовочка Произошла Ваш банковский Счет в красной Зоне Был только Что вы хотели Сказать Дали кредитную Линию 300 тысяч Ребят 200 тысяч Евро Которые Я только что Потратил Чтоб выйти Из порта Автоматический И Пришвартоваться В порту Гамбурга В Германии Чтоб самому Не швартоваться Это Заняло Больше Времени Да и я Не такой Опытный Капитан Судна Чтобы Вы то Потом Не писались Что ты Швартуешься Как девка Моя Двою родная Сестра С одним глазом И то лучше Швартуется И так далее Поэтому Сэкономил Ваши нервы Пуканы И время Пришвартовался Всего лишь За 100 тысяч Евро Так В итоге Что мы Получили За руду Нам заплатили 699 тысяч Евро За письма И посылки 300 тысяч В порт Отправляемся Топливо Израсходовалось 344 тонны Состояние 57 В принципе Все нормально Смотрим Следующие Контракты Самые Денежные У нас Идут Два Контракта В Стокгон И то На 300 тысяч Вот В Стокгон Также Можно В Дубле Нет Мы отправляемся Повезем металл В Стокгон За 300 тысяч Хотя Смотрите 100 тысяч Швартовка 100 тысяч Выход Из Порта Отправление Это 200 тысяч Плюс На топливо Считайте Сейчас Идем Так Порожняком Как говорится Принять Выбранный Контракт Погнали Дублю Нет Даже Не буду И Отправляться Стокгон Автоматически Скорость Шесть дней Дат Нет Никакой Очень Медленно Будем Эти Девять Дней Зато И с расходом Два раза Меньше Топлива Поэтому Не спеша Отплываем Автоматом Стокгон Стокгон Наше судно Отправляется Как говорится Ребят Поэтому Если вы хотите Сэкономить денег И сэкономить Денег Довольно таки Неплохо Рекомендую вам Все таки Швартоваться Самим Так Вот мы В Гамбурге Спорт Давайте посмотрим Может есть Какие-то Выгодные Вон в реке Явит Неплохой Контракт На 600 тысяч Плюс Волжир Волжир Далековато На 20 Миллиона Можно отвезти Металла Нам не хватит Топлива Даже если мы Очень медленно Туда пойдем А вот это Очень заманчивый Ребят Контракт Получается На данный момент У нас 255 тонн А В порции Ребят Нам нужно 440 тонн Хватит Поэтому Давайте Наверное Ребята Отправимся Сначала В реке А перед этим Зайдем В Дублин В Дублине Скинем За 400 тысяч Лес На лесопилку У Джека А В реке Веке Ребята Дадим Метал Fine Aloys И в общей сумме С вычетом Ребят Швартовки И отправления Должны потратить 200 400 Полмиллиона Должны заработать Так Ну что Принимаем Рекьявик И Дублин Принять Есть Почем Нынче У нас Стокгольме Топливо На 200 тысяч Топливо Заправимся В Чуму Окей Загрузка Произошла Отплыть Нет Соответственно Сначала Дублин Автоматом Не спеша Ограничений По времени Нету Вперед Оп Что происходит В последний месяц Ваши суда Были в плохом состоянии Ваша репутация Понизилась Верф В порту Лесовон Прилагает Новые суда Но это Новости За месяц То есть Начался Февраль Автоматом То есть Плата За буксировку Минус 200 тысяч Потребление Топлива Минус 117 тысяч Баланс Зананого Рейса 78 тысяч Всего лишь Мы Заработали Так Ну смотрите Что тут Можно Ребята Список Контрактов И мы Смотрим Что у нас Есть Контракт В Турцию За полтора Ляма Да Не очень То и выгодно Не хватает Нам Ребят Места На нашем Судне И посмотрим Чуть Чуть Отобьем Деньжат В Турцию Есть ограничения 45 дней За лимон 300 Черт Не шутит Не так уж И много Всего лишь Полторы тонны Металла Сейчас завезем Только В реке Явик Да А потом И в Турцию Направимся По дороге Я думаю Найдем Отплыть Реке Явик Только в Турцию Нам нужно быть Через 45 дней Поэтому давайте Ребят Чуть Чуть Ускоримся Сколько Восемь дней 7 5 Я думаю Три дня Нам Погоды Не сделают После Реке Явика Постараемся Контракт Взять В Лиссабон В Лиссабоне Заправляемся И топим В Турцию Баланс Для данного Рейса Плюс 400 тысяч То есть Платеж Буксировка Потребление Топлива Окей Список Контрактов Роттердам Твою Налево За 11 Дней За 400 Тысяч Ну давайте Ладно Так Ничего Не ремонтировать Стоимость 113 136 Да Заправляемся Заходим Роттердам Полу Ляма На дороге Не валясь Ну в данном Случа Это будет 200 тысяч Но все равно В любом Случай Отплыть Роттердам 36 дней Осталось Увеличиваем Скорость Отплытие Ух Я Запасные Надо В Турцию Я думаю Нет Баланс Для данного Рейса 9 тысяч Заработал Есть В ту сторону Вот в Лиссабон То что мне нужно Ребят Да Больше не показывать Это окно Если я нажал Значит да Все нормально Отправляемся Срочно В Лиссабон Загружай Список контрактов Не отплыть Отплыть В Лиссабон В Лиссабон Будем Через 5 дней Вперед В Лиссабон В Лиссабон У нас Тоннаж Не позволяет Поэтому Ребят Придется Отплыть В Турцию Хотя Я бы Вот сюда Нет Еще не Размонтирован 9 дней 23 дня Осталось Не спеша Ребят За 17 дней Дойдем Медленно Отплывая А ну-ка Втопи На ускоренном Впереди Рифы Говорит Херсон Мы обнаружили Впереди Рифы Присоем Пройти Через зону Рифов Или обойдем Опасное Местечко Кажется Это задержит Прибыти Ваших Риспорт Обойдем Стороной Ненамного Уже И задержится Наша Карав Наша Судна Судно Обошло Рифы Стороной Два дня До контракта Один день И мы В идеале Справляемся 900 тысяч Евро Заработали За металл Доставленный В Турцию В порт Что мы можем Усовершенствовать Судно Двигатель За 500 тысяч Увеличивает Двигатель уровня На один узел Также есть У нас Максимальную Дальность Увеличиваем За 200 тысяч Да давайте Окей Увеличили скорость Нашего судна Чуть-чуть На На один узел И Дальность Которую Покрасил Покрасил Окей Новые контракты Доступны В Англию За лям А вот В Гамбург Ограничение Если вы Попадетесь Полицейским Ну Как говорится Кто-то не рискует Тот не сидит Потом в тюрьме 3 миллиона Как с куста Износ Повреждения Судна 1% Соответствует Судна Порт Справляемся На данный момент Доступны 5 миллионов Евро Ребят На счету Нашей компании Список Контрактов В Гамбург Есть Вот смотрите 170 тысяч Доберем Да А Роттердам У нас Уже не Близит А Валжир Я не Собираюсь Вести Вот Так Вот На Так Чтобы Швартовку Купить Просто Отплыть В Гамбург Вперед Вот так Ребят Нехитрым Способом 6 миллионов Я думаю Что Можно Да Ну Смысл Их Усовершенствовать Надо Покупать Нормальное Судно А Не Усовершенствовать Это Что У нас С ремонтом На 20 дней На полтора Миллиона Ремонтируйте Пока Весь будете Ремонтировать Я Объясню Ребятам В чем Суть игры Начинайте Вы Как Вы могли Убедиться С маленького Ржавенького Судна Выполняйте Контракты Как Честные Как Контрабанда Уже На ваше Усмотрение Усовершенствуйте Ваше Судно Количество Ваших Денег Увеличивается На ваших Банковских Счетах Вы можете Покупать Другие Суда Более Мощные Не Те Которые Ходят Там По Европе Турция Англия Вот так Которые Межконтинентальные В Америку Можете Ходить В Японию Китай И Заказы Ваши Увеличиваются Количество Кораблей Становится Не 1 2 3 4 А 10 Ну и Вот так Тем более Бесконечная Игра Ту Которую Я выбрал Она Вообще Можно играть Сколько Хочешь Зашли Поиграли Сохранились Пришли Поиграли Когда захотели В принципе Ничего Сложного Судно Отремонтировано Список Контрактов У нас Полмиллиона В Санкт-Петербург 300 тысяч Мебель Лиссабон 400 400 И в Италию Еще потом Можно Заскочить Так А если Мы возьмем Вот так Лиссабон Лиссабон Все уже И это В Лиссабон У нас На 800 Тысяч А А в Питер И в Питер На 800 Так Так-то Лучше В Лиссабон Мотать Потому Как у нас Потом Контракты Одинаково Будет Что в Турцию Или вот Корабом Что в Рикявик В Исландию Да и В Лиссабоне Самые дешевые Самые дешевые Топлива Заодно Посмотрим Почему там Нынче корабли И какие есть Так Принять выбранные Контракты Лиссабон Все правильно Правильно Есть Отправляемся В Лиссабон Лиссабон Не спеша Ограничений нету Отплываем То есть Если вам нравится Или вы там Моряки Очень много Моряков Под этим видео Начали писать Кто там Говорит Нормально Кто говорит Ты дно Не умеешь Швартоваться Перепутал Там Санкт-Петербург Там Я не помню С чем я уже Перепутал Это так Не важно Кто говорил Спасибо за видео Очень много Ставит лайки Ребят За это вам Огромное спасибо Мало того Даже Нашлись Пацаны С мореходки Которые в Херсоне Написали В группе Вконтакте Это было приятно Кому то Там может Помог У кого то Не шла У кого то Еще какие то Были проблемы 600 тысяч Заработали За Топливом В Лиссабоне Заправляемся По-любому Тут самая дешевая Так Корабли начинают Нормальные Ребята От 20 миллионов То есть Посмотрите 1400 Контейнеров Максимальная Загрузка Также есть У нас За 53 Но Эти Не позволяет Нам Ран Компании То есть Если вы будете Поддерживать Ваши корабли В нормальном состоянии Они будут Отремонтированы Будете Уполнять Нужные Задания То есть Не будете Возить Контрабанду Будет повышаться Ваш рейтинг Каждый месяц От того От ваших действий Повышается Или понижается Ваш рейтинг И с повышением Рейтинга Вам дают Лучшие Лучшие Корабли Которые Дают Вам Больше Возможности Но мы На данный Момент Можем Купить За 10 Лямов На 270 На 270 На 270 Контейнеров 20 миллионов 100% Буду собирать На 20 Миллионов Но это Будет Ребят Не так Уж Просто В Стокгольм Полтора Миллиона Руда И Текстиль Туда же В принципе Я думаю Это самое Выгодное Что Принять Выбранный Контракт Два Контракта В Стокгольм Отлично Почти Двухмиллион Контракта Плыть Стокгольм Ограничение 31 и 38 Дней Обязательно За невыполнение Временной Доставки Вашего Товара Того товара Который Вы доставляете Точку Назначения Очень Большая Штраф Большая Пеня Поэтому Смотрите Есть ли Ограничение По доставке Груза И справляется Ли ваше Судно По скоростям То есть Видите На данный момент С той скоростью Которой Я выбрал 7 узлов Скорость 5 узлов Судно Будет идти 22 дня Это с головой Хватает Чтобы я Доставил Груз Также я могу Выбрать 13 узлов Через 8 дней Придет судно И я возьму Еще контракт Выполню То есть Я еще Заработаю Больше Так что Решать уже Ребята Вам Гонять Судно Быстро Ходить От порта К порту Или нет Миллион 300 Как с куста В порту Заправляемся Берем Контракт И вы видите Что В Турцию У нас Перед этим Можно зайти Письма Тут именно почту Надо В Рикьяве Потом В Италию И в Турцию И за все За это Мы срубим 2 миллиона Без Рикьяве Оказывается В Италию Потом В Турцию Принять Контракт Не хватило Танажана Так Рикьявик Надо так Быстро Ограничение В Турцию 57 дней Не так уж И критично Можно не спешить 20 дней В Италию С половиной Мощности Идти 36 Можно 36 Пойти Отплываем Влево Как вы видите Есть Клавиша Пауза Поверьте Когда у вас Уже будет 10 судов Может и больше Она вам пригодится Клавиша Плей Где нормальная Скорость Не спеша То есть Вы идете Ваше судно Потом Есть Скорость Быстрее И скорость Самая быстрая Которую Вы задерживали Нужно задерживать Вот видите О чем я говорил Последнее Время Ваши суда Похвастались Хорошим состоянием И Репутация Ваша Выросла Так Мы Тем временем Пришли в Италию Использу Буксир Заправляемся Топливом Посмотрим Есть ли Контракт 6 дней Отплыть Что-то я тут Я такую Что-то Втопил бы Как следует На всякий случай И Пришвартовались Кидайте якоря Матросы По Шлюхам Портовым А я тут Решу Денежные Вопросы Свои Товар Доставлен С Италии Со Стокгольма Письма Со Стокгольма Подождите Я Ну да Порт Происхождение С Италии Со Стокгольма 136 Миллион Двести 7 миллионов Как вы видите У нас на счету В принципе Для начала Неплохо Ребят Дальше будем Продолжать Что тут у нас По судам Можно Не Надо собирать На 22 миллиона И то будем Брать у себя В порту Лиссабоне Ну что ж Братцы Давайте продолжим В следующем видео Если Данное видео Понравилось Вам Или Или помогло Ставьте лайки С вами был Жек Херсон Не забывайте Подписываться На канал Сильно там Не серчайте Если что не так Пишите ваши комментарии Всем пока